Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дмитрий. Я представляю компанию PanzerAvto. Мы уже много лет возим надежные грузовики и прицепы из Германии и других европейских стран. И сегодня у нас на обзоре очень интересный автомобиль. Это DAV CF 460 2016 года. Вообще серия CF была создана специально для строительных шасси, а также для тяжелых магистральных грузовиков и тягачей, работающих под большими нагрузками и в сложных дорожных условиях. Тут у нас как раз тот самый случай, ведь машину мы привезли для клиента под заказ изданий. Это уже, можно сказать, наш постоянный клиент, уже не первую машину заказывает. Планирует переделать он ее под зерновоз. И конструкция этой машины идеально подходит для решения этой задачи. Что же тут интересного? Во-первых, у нас целых 4 оси. При этом разрешенная максимальная масса у нас 32 тысячи килограмм. Собственный вес машины 10 тонн, что позволяет перевозить нам целых 22 тонны полезного груза. Две оси у нас подъемные. Причем поднимать и опускать можно каждому, независимо от другой. Вообще, подъемные оси существенно позволяют экономить резину при движении без груза. Эти же оси у нас являются поворотными, что существенно сокращает радиус поворота и разворота в стесненных условиях. Там подъезд, разъезд, выезд к леватору оптимально. Профиль резины у нас 70-й, что актуально для передвижения в условиях бездорожья. Кабина у нас спальная, с одним спальным местом. Это позволит передвигаться на дальние расстояния с комфортом, отдыхать водителю. Кабина невысокая. А для зерновоза высокая и не нужна. Автомобиль оборудован насосом гидравлики. Это весьма кстати, ведь гидравлику в любом случае пришлось бы ставить для самосвальной установки зерновоза. Еще одним интересным моментом в этой машине является наличие вот такой вот контейнерной площадки. По документам у нас это контейнеровоз. В идеале было бы завести, конечно, просто шасси без настройки, но, к сожалению, в связи с особенностями законодательства это невозможно. Но, во всяком случае, мы не знаем пути решения на шасси. Получить СБКТС и ПТС просто невозможно. А платформа для перевозки контейнеров – это уже транспортное средство. Можно получить ПТС как контейнеровоз. В данном случае он ее, конечно же, выкинет, поставит свой кузов. Вообще, наличие такой контейнерной площадки в любой другой ситуации – отличное решение для перевозки большого количества груза. Ведь можно установить любой контейнер, и рефрижератор, и тентованный, и фургон, и любую другую настройку, и перевозить значительное количество груза. Ну что ж, давайте посмотрим на эту машину повнимательнее, сделаем обзор. Приятного просмотра! Продолжение следует... Итак, у нас автомобиль ДАВЦФ 460-2006. С 2016 года, пробег 520 тысяч километров, на автомобиле четыре оси. Три подножки. Кабина невысокая, с одним спальным местом. Но, так как предполагается его использовать как зерновоз, для клиента выше и не надо. Резина вся, профиль 315 на 70, радиус 22,5, передняя подвеска рессорная. Все остальные оси у нас на воздухе, на передняя подвеска, тем не менее, рессорная. Это у нас контейнеровоз, он и по документам контейнеровоз, поэтому у нас есть фитинги для крепления контейнеров. Кабина на воздушных подушках, здесь, видимо, установлена розеточка для питания какого-то, видимо, навесного оборудования. Машину купили вот на этой фирме, сканво, дикейнер. Наш сотрудник летал в Данию, делал предварительный отчет, фото, видео для клиента. Вот, видим, вторая ось у нас также поворотная, можно видеть рулевые тяги и пневмоподвеска. Сейчас у нас оба ленивца подняты, дальше покажем, как можно варьировать. Ленивцы, потому что они поднимаются и опускаются независимо друг от друга. Нужно оба поднять, оба опустить, также попеременно поднимать и опускать только одну ось. Также видим рулевую тягу в задней оси. Этот автомобиль оборудован гидравликой, что также весьма кстати для клиента, ведь ему нужно будет ставить самосвальную установку для зерновозного кузова. Есть фаркоп и есть выводы гидравлики на прицеп. Я так понимаю, что клиент также будет делать прицеп для этой машины, поэтому это все весьма кстати, не придется дополнительно вкладываться. Давайте посмотрим на раму сверху. Замечательно, что у нас контейнеровоз, рама открыта, удобно обслуживать и можно все внимательно посмотреть. Видно, что местами автомобиль, конечно, довольно ржавенький, но оно и понятно. Машине уже 6 лет, пробег больше 500 тысяч километров, и очевидно работала она в весьма сложных условиях. Но клиент человек адекватный, все это понимает, ему косметика не так важна, как именно технические параметры. У автомобиля, сзади видим два ящика подогнетушителя, также есть у нас выключатель массы, что говорит о том, что у автомобиля, скорее всего, есть АДР-подготовка. Так, мы видим трубку вдоль всей рамы гидравлической системы на прицеп. Бак 1, 430 литров. Тут мы видим насос гидравлической системы. Фирма Гарднер Денвер, это США. Бачок AdBlue и выводы к гидравлику. Если у кого-то из подписчиков есть идеи, что же в Дании возил этот автомобиль, пишите в комментариях. Самому очень прям интересно. Аккумуляторный отсек, выключатель массы, плюс вывод для зарядки. Естественно, есть автономка в кабине. На крыше есть проблесковые маячки, что опять же говорит о АДР-подготовке. Есть камера по полосам. Радар адаптивного круиз-контроля. Так, откроем капот. Здесь у нас есть рычажок. Все стандартно для даффов. Подножки. В стеклах у нас есть такие вот корточки. Подписчики помогайте, кто знает. Возможно, это связано с тем, что машина предназначена для перевозки опасных грузов. И это некий эвакуационный выход. Горловина заливная для умывающей жидкости. Здесь у нас также расположен вытушитель. Пассажирское сидение обычное, стандартное. Не на воздушные подушки. В крыше есть люк. Достаточно просторное спальное место. Есть холодильник. Ящик. Со стороны водителя у нас имеется Ящик для хранения. У нас имеется кнопка активации вала отбора мощности. Пульт управления пневмоподвеской ведущей оси. Сидение на воздухе. С подлокотником. У нас есть выключатель массы в салоне. Ключим. Для того, чтобы завести машину. Выдает предупреждение об изнесе тормозных колодок. Чек гаснет. Должно быть. Компьютер управляется стандартно. Крутилочкой. У нас русский язык. Уже устанавливаем. Тахограф. Пробег 520000. Есть магнитола. Пробежимся по опциям. У нас есть адаптивный круиз. Система снижения за дорожной разведкой. Ручной прожиг сажевого фильтра. И управление нашими подъемными осями. Нажимая эту кнопку, мы подъемные оси опускаем. Затем мы можем попеременно поднимать переднюю ось. И так же заднюю ось. При вращении рулем передняя поворотная ось поворачивается вслед за передними колесами. Задняя работает в противофазе. Аналогично в обратную сторону. Есть кондиционер. Автономка. Центральный замок. В общем, капитация довольно богатая. Блокировка дифференциала. Ручник выведен на панель. У водительской двери также есть вот такая форточка. Ну и стандартные кнопки управления зеркалами и стеклами. Имеются вещевые ящички для хранения. Друзья, спасибо большое, что посмотрели это видео. Будем рады увидеть ваши замечания и предложения в комментариях. Ну а также пишите обзоры на какую технику вы бы хотели увидеть далее на нашем канале. Также хочу напомнить, что если вы ищете надежного поставщика грузовой техники из Европы, обращайтесь в нашу компанию PanzerAuto. Все контакты будут в описании. С удовольствием каждому поможем, подскажем по стоимости таможенного оформления, по стоимости доставки техники под ключ, ну и по всем другим вопросам, связанным с поставками техники. Ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на наш канал и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!